Ирлан Урматулу Мы искали корову возле гор. Вдруг услышали, как нам кричат «Бегите!». Мы услышали необычный шум и увидели, как катится огромная черная масса. Мы стали бежать, но нас обоих накрыло глиной. Кто-то подбежал и вытащил меня. Когда пытались вытащить Мирбека, сошел второй оползень. Нам пришлось бежать. Друг остался под землей. По данным МЧС, в селе Алмалу-Булак Сузакского района Джалабадской области было зарегистрировано два оползня. Первый сошел в 17.30 объемом 100 тысяч кубометров. Он накрыл времянку одного из жителей села. Через полчаса сошел другой оползень большего объема 1,6 миллиона кубометров, под которым оказалось уже шесть жилых домов. Мы были во дворе. Рядом играл мальчик. Услышали крики людей. Обернулась, увидела оползень. Сразу бросились бежать. Падала, бежала, потеряла обувь. Сама чудом спаслась. Специалисты МЧС сообщают, что за несколько недель до происшествия предупреждали жителей о сходе оползня. И все жильцы домов, находящихся в зоне риска, были переведены в более безопасные участки. Мы предупреждали жителей. Я сам лично подходил к каждому и говорил об угрозе схода оползней. Отцу погибшего мальчика тоже говорил. Мы везде установили таблички с надписью «Жить и пасти скотину» на этих участках опасно. Но контролировать невозможно. Дети часто здесь играли. Да, нас предупреждали. Но что нам делать? У нас здесь были кошары. Именно на этих участках пастбища самые хорошие. Мы здесь скотину держали. К тому же, когда в 1994 году нам сказали покинуть эти места, дети были маленькие. В каждой семье по 6-7 детей. Сейчас они выросли, создали свои семьи. А жить им больше негде. Поисковые работы продолжались до тех пор, пока не нашли тело мальчика. Его нашли сегодня примерно половине пятого. Они осложнены были тем, что существовали угрозы схода новых оползней. И, как предупреждали специалисты, сегодня примерно в 11 часов утра на участке Юшчат случился новый оползень. По объему намного превышающий вчерашний. Известно, что масса земли накрыла пустой легковой автомобиль. И, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Существует опасность повторного схода массы. Это может случиться во время спасательных работ. Специалисты МЧС еще в 1994 году предупреждали, что проживание в селах Алмалу-Булах и Алчалу является чрезвычайно опасным. Некоторые семьи переселились, но с наступлением весенне-летнего сезона возвращались сюда для выпаса скота. В Терлабадской области 1300 семей живут в оползневой зоне. Только в Сузакском районе в этом году зарегистрировано 4 оползня. В прошлом году в результате их схода погибли 6 человек. Гульчан 65, Бигчан 99, НТС, Жалабад.